Постепенно год за годом с карты Бреста пропадают участки, имеющие непрезентабельный внешний вид и использующиеся нерационально. Городская застройка уплотняется, однако с учетом тех требований, которые предъявляет время. Один из таких проектов сегодня открывается Брещаном в районе пересечения улиц Гуголя-Папанина. Здесь застройку целого квартала завершают специалисты предприятия «Полесье Жилстрой». Четыре просторных дома, а это 535 квартир, общей площадью около 10 тысяч квадратных метров, уже совсем скоро встретят своих жильцов. Площадка практически будет полностью освоена и она самодостаточная. Полностью проложены все инженерные коммуникации, полностью проложены у нас и площадки, дорожки. Вы видите, все находится на завершающей стадии по благоустройству, по доведению и по наладке дома инженерии. Параллельно специалисты «Полесье Жилстроя» работают на освоении юго-западного микрорайона. Уже в ноябре этого года здесь будут сданы две комфортные десятиэтажки. В них, кроме общей очереди, предусмотрено выделение квадратов для семей военнослужащих и для многодетных семей. 19 тысяч квадратных метров жилья назначены для разных категорий граждан. В приоритете многодетные и 50 квартир из общего комплекса для военнослужащих. Работают здесь наши филиалы Брестские, ПМК-82, ПМК-12, ПМК-26, ПМК-17. В целом различные строительные организации города активно изучают потенциальные площадки и предлагают креативные проекты, позволяющие разнообразить давно существующую инфраструктуру. И удивлять им действительно удается. На углу Интернациональной и Карломаркса. Там будет такой дом, жилой дом повышенных потребительских качеств. Можно сказать, клубный дом с рестораном на первом этаже. Я думаю, что по архитектуре это станет украшением набережной. Ну и вообще формат самой набережной. Мы решили все-таки отходить от вот этой бетонной стенки подпорной. Значит, она еще буквально метров 50 продолжится. И дальше будет естественный рельеф, уклон, значит, спуск к реке. То есть, все-таки есть разные виды набережных. И набережная так же, как и город, должна быть разнообразная. При этом архитекторы не забывают о том, что рядом должна быть всегда качественная зона отдыха. Это понимание сегодня ярко отражает реконструированная набережная, проекты по усовершенствованию которой достаточно перспективные и амбициозные. Набережная проектируется сегодня до шлюзов, значит, в принципе, с выходом к музею паровозов, к проспекту Машерова. Следующий этап в следующем году это будет уже до крепости. И в перспективе я все-таки надеюсь, что нам удастся набережную завязать еще с экотропой, с выходом на СОИ и с выходом вот вокруг-вокруг реки, чтобы мы смогли сделать такой вот променад для велосипедистов, для пешеходов. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дорс Букуночь, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.